Через несколько дней весна, морозы отступают, снег тает. Все бы хорошо, но вместе с этим возникает и угроза подтопления, ведь снега в этом году выпало гораздо больше нормы. МЧС и коммунальщики готовятся к сезонным паводкам. Наихудшему сценарию, если будет резкое потепление, резкое таяние, то есть пельсовые температуры днем и ночью, у нас порядка 16 населенных пунктов будет подтоплено, как мы уже посчитали, 347 домов, это порядка 1100 жителей. Для этих жителей в муниципальных образованиях развернуты будут ПВР, 47 ПВР, пункты временного размещения. Сильные паводки случались в 2011 году, но тогда, к счастью, временные убежища не пригодились. Если в этом году не удастся избежать затопления, пункты разместят в школах. Особое внимание уделят Новоспасскому району, так как река с изранка каждый год норовит вырваться из берегов. Туда завозятся определенные спальные принадлежности, кровати, подготавливаются продукты питания, для того, чтобы можно было жителей резко туда перевезти. Соответственно, они пережили, обычно, паводок, это 7-10 дней происходит. Там же мы уже с Министерством сельского хозяйства уточнили количество сельскохозяйственных животных, которые находятся в подворьях. Они тоже будут эвакуированы заранее. В Ульяновске чистят микрорайон дачной поселки Вырыпаевка и Боротаевка. Сотрудники Дорремстроя с помощью тракторов и лопат роют водоотводные траншеи. В Боротаевке они находятся рядом с улицей «Молодежная». Расчищать канаву начали несколько дней назад. Когда работы завершат, пока не ясно. С планом ознакомились губернатор и глава города. Алексей Русских напомнил присутствующим еще об одном объекте. Стадион труд по старой традиции заливает талыми водами. Есть проблема. Там затапливают. Надо, во-первых, отсидеть стоки от силы. Они заедутся. Я так понял, комментируется. И с улицы, чтобы туда не текло. На сегодняшний день в дачном расчищено 700 метров, а в Вырыпаевке 400 метров водоотводных траншей. Также с начала февраля сотрудники МЧС проводят подымовой обход жителей, попадающих в зоны возможного подтопления.